Продолжая свою работу, представим ситуацию на фронте. Вчера всю ночь и сегодня утром бои продолжались. За ночь противник во всей протяженности Аракса пытался собирать войска. Наши разведывательные подразделения следили за противником и вовремя подали знак. И метким ракетно-артиллерийским огнем противнику нанесен серьезный ущерб. Трем сводным бригадам уничтожили всю группу. Эта группа понесла тяжелые потери. Несколько десятков трупов, много бронетехники. И часть из них оставлена неповрежденной. При этом, собирая скопления войск, азербайджанские войска зачастую пользуются тем обстоятельством, что по протяжению границы Аракс, река Аракс находится и пытаются пользоваться границей по Араксу. По этому поводу мы обратились к иранской стороне, чтобы они следили за этим и не пытались перейти реку за день. Были другие меткие удары. Несколько минут назад опубликован видеоматериал. Вы видели, как была поражена крупная база горюче-смазочных материалов. Интересно, что рядом с этой базой ГСМ находится также казарма, и там порядка 200 человек оказались в зоне поражения. Наши силы имели серьезное продвижение на севере. Говорилось об улучшении позиций. По всем направлениям бои продолжаются. В течение всего дня азербайджанская армия дальнобойной артиллерии и ракетами наносили удары по Степанакерту, Шуши и другим населенным пунктам, и по мирному населению. В основном ситуация такова. Наши войска одерживают уверенные победы на разных фронтах. Тяжелые бои идут. Противник использует большие силы. Пока что вот столько. Передам слово своему коллеге и ответим на вопросы. Здравствуйте. Вы знаете, что Европейский суд 9 числа принял промежуточное средство с обращением к Армении и Азербайджану соблюдать в своих действиях требования конвенции и не нацеливаться на гражданские объекты и гражданское население. Речь шла о применении промежуточного средства по заявлению о Армении. И на основе доказательств было принято такое решение. Естественно, после этого в каждодневном режиме мы подаем в суд доказательства Грубых нарушений Конвенции и МГП. Недавние новые доказательства были отправлены, которые свидетельствуют о нарушении МГП и минимальных средств. Постоянное неизбирательное нацеливание на гражданское население. Все это представлено в суд. Также учитывая участие Турции на основе материалов СМИ международных и чёткие заявления, сделанные Министерствами иностранных дел и службой внешней разведки России, переброска террористов из Ливии, Сирии, Турции в Карабахскую зону и их участие в боевых действиях. С этой целью мы также подали иск, просьбу в суд по применению промежуточного средства по отношению к Турции. Эти доказательства были поданы после подачи заявления. Также есть заявление СВР России на этот счёт. Мы получили решение суда, в котором, вы, наверное, читали, на основе решения 29 числа призывается государство, в частности Турция, воздержаться от действий, которые прямо или косвенно замешаны в этом конфликте. Опять-таки в данном случае решение было принято на основе заявления и доказательств, представленных Арменией. Было отправлено это решение правительству Турцию. Очевидно, что речь идёт об участии Турции, потому что материалы касались только привлечению наёмников и террористов Турции на основе фактов. Вот столько, пожалуй. Мы также последовательны в вопросах исполнения этих решений в связи с решением от 29 числа о промежуточном решении, потому что суд должен получать от сторон какую-то информацию. Естественно, от Азербайджана не поступало никакой информации о том, какие шаги были предприняты. Поэтому на основе правил суда мы попросили суд предпринять активные шаги и следующий шаг, согласно правилам суда, это уже решение передано в Совет Министров и также относится к Турции. На данный момент период опять-таки если суд не может предпринять шаги по обязыванию сторон предоставлю информации по имени, то следующая платформа это Комитет Министров, где уже страны-члены будут его рассматривать. Также оказание политического воздействия на страны, особенно касательно последнего решения относительно Турции, от Франции, России были сделаны четкие заявления, это создает фон для осуществления шагов по исполнению решения. Если такие шаги не будут предприняты, то это будет считаться нарушением конвенции, это приведет к более четкому решению. решению. Вы ожидаете ответа от Турции? если будет принято решение. Какой вопрос возникнет в результате? от Турции? Я думаю, это очень важно для Армении, потому что, во-первых, самая главная ценность промежуточного решения, еще раз повторю, оно было сделано на основе наших доказательств, то есть на основе наших доказательств суд констатировал вовлеченность Турцией. Независимо от формулировок суда в своем решении, в любом случае факт остается фактом. Суд пошел на этот шаг на основе оценки доказательств представленных Армении. Других доказательств не было. То есть фактически суд закрепляет, что Турция вовлечена в этот процесс и должны быть предприняты шаги по нейтрализации ее. Я думаю, и в дальнейшем это важные шаги, их нужно было сделать сейчас. Что касается решения, мы можем говорить об этом, когда мы будем предоставлять основную жалобу. Может ли это сдержать Турцию от невовлечения? Может ли это служить основой для того, чтобы с другой стороны поставили бы вопрос очень жестко? Да, страны-члены ссылаются на это решение и могут предъявлять требования Турции, используя политические рычаги. Наличие этого решения ситуация уже не может быть другой. То есть это уже большой шаг. И следующие шаги нужно предпринять, должны быть предприняты и Армении по дипломатическим каналам, и работая с нашими двусторонними партнерами, чтобы привести этот вопрос в политическую повестку. Вы представили доказательства о том, что в регионе действуют террористы. И это решение подтверждает это. Какое-то основание дает ли это для уничтожения этих террористических сил? Я думаю это право у нас и так есть. Не этим решением мы получаем право, потому что мы постоянно предупреждаем о том, что вы будете нести ответственность, если другая сторона использует террористов, подвергая опасности арцахско-армянства на основе международного права и Армении и Арцах имеют полное право прилагать все усилия по уничтожению этих сил, потому что они угрожают их безопасности и даже без этого решения. Если международное право дает это право, доктрина ответственности за защиту, то есть она входит в логику отделения в целях безопасности. господин вы сказали, что азербайджанская сторона пытается прикрываться иранской границей. Иран как-то уже отреагировал? Или что должен сделать Иран, чтобы не позволить такого развития событий? от Ирана есть реакция, к счастью, не только политического характера, другого я не могу сказать, потому что это более деликатные вопросы, но ответ есть. И также президент Арцаха говорил, что есть необходимость в новой антитеррористической коалиции раскройте немножко скобки, кто должен быть членом этой коалиции, кому он обращается. Нужно разъяснение получить из Арцаха. Это немножко политический вопрос, деликатный, я не полномочен его комментировать. Также было сказано, что было улучшение позиций сегодня у нас. Мы видели записи в соцсетях по этому поводу. Говорилось именно о той же высоте или о другой. Я не видел других записей. Улучшения могут иметь место в любую минуту. Просто речь военную страницей спокойно активных боевых действий не ведется. Причина этого было улучшение наших позиций в июле. Наверное, это тоже есть в этот момент, но не только. потому что инструментарий военного сдерживания более разнообразен, чем просто апрельские успехи. Азербайджанская пропагандистская машина распространяет материалы, которые не проходят развитие, как сегодняшний видеоматериал разговоров с мирными жителями также по поводу пленных говорилось, но потом не нашло развития. Можете ли вы ответить на вопрос, если пленные откровенно говоря нет информации, вы понимаете, что даже на этапе относительного спокойствия не было разговоров с Азербайджаном напрямую только через Красный крест, соответственно, по поводу погибших трупов пленных, я не могу сообщить информацию. В этом интенсивных боях не было какого-то перерыва, когда стороны могли бы вывести трупы. Да, к сожалению, это не было. Есть вопрос? Милена Хачикян, «Хайкакан жаманак». Милена Хачикян, «Хайкакан жаманак». Баран-Киракусиан, хунтсума, «Минфо Курмарамасник», «Хайкакан», «Хайкакан». 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 Если они, эти доказательства, бесспорны, почему Европейский суд выносит нейтральное решение с призывом ко всем сторонам? Это практика или есть какая-то причина реальности на данном этапе, когда речь идет о промежуточном средстве, речь идет о прима-фации доказательства, когда процесс идет очень быстро, то есть страна не предоставляет углубленных доказательств, это уже при полной жалобе будет сделано. Что касается требования промежуточного средства, то здесь больше упор делается на вовлеченность Турции, чтобы показать, как мы увязываем действия Турции, какие есть доказательства прямого вмешательства, военного вмешательства Турции по части техники, личного состава боевых действий, управления и боевыми действиями, а также косвенно с привлечением наемников и террористов. Все это показывает связь действий Турции с последствиями и риском, который возникает при возникновении невосполнимых потерь. С точки зрения риска невосполнимых потерь, основная доказательная база сосредоточена на этом, что было в данном случае логично. Контекст остается тот же. Есть какой-то срок решений для сторон. Нет срока, но наши доказательства достаточны для того, чтобы мы получили какой-то отклик, и предоставили доказательства, обоснования. И должен быть какой-то отклик. Будем ждать и будем вас регулярно информировать о процессе. В отношении Азербайджана, Армения, помимо посылки основных данных, мы обеспечены данные, по поводу обязательств. Информация собирается, мы готовимся ее отправить, потому что мы работаем. Было очень много писем, которые касались нарушений Азербайджана, потому что они были многочисленные. Но сегодня мы посылаем информацию о шагах, которые мы предпринимаем по предотвращению. Можете рассказать? Нет, потому что то, что мы собрали и подали, потом узнаем об этом. А по поводу заявлений в комитет министров есть решение? Это суд должен обратиться по регламенту. Это их прерогатива. Они решают обращаться в комитет министров. Но мы можем поднять этот вопрос перед судом, чтобы они обсудили обращение в комитет министров. Потому что они уже несколькие. Опубликование решения осталось воздухим. Она относится к Турции. Мы проинформируем вас, когда обратимся в суд. в Может быть, есть объективное сокращение. Но связано ли это с действиями армянской армии или с этими призывами? Существенного сокращения вовлеченности Турции в боевые действия мы не видим. Турция полностью вовлечена. И если мы используем больше или меньше средств, это связано в основном с успехами армянской армии. А в другом смысле, на всех фронтах, где мы работаем против Турции невоенными способами, они не оставляют какого-то влияния. Они со временем могут какое-то влияние оказать. Я могу дополнить, что по уточненным данным, рядом со складом ГСМ уничтожен один моторизованный батальон и дивизион. Целая воинская часть была уничтожена. Следите за нами из Еревана и Степанакерта круглосуточно. Информационный центр сообщит вам все новости.